всем привет сегодня у меня хобби влог кое-что появилось новенькое кое-что нужно выбросить и кое-что нужно на кое-какие вопросы ответить я несколько раз видео показывала что я пользовалась лаком для придания блеска ну что-то наподобие аля глоссе да и меня спрашивали какими именно лаками я пользуюсь и хотела вам как раз сейчас и показать аналоги можно сказать ну или что-то подобное у меня глоссе нет но я примерно понимаю какой эффект я хочу получить сначала у меня был вот такой вот лак акриловый глянцевый от санет он у меня уже меньше половины осталось я им в основном пользуюсь когда покрываю картину по номерам алмазные мозаики ну чтобы пыль не садилась чтобы блестела лучше ну то есть вообще как бы нужно закреплять вот сначала у меня был такой и я начала пользоваться им потом мне подарила лена вот такой вот лак глянцевый еленка 74 вот он тоже неплохой похож очень на вот этот санет и я несколько работ в несколько работ добавляла именно вот этот лак глянцевый для художественных работ и декоративно-прикладного творчества написано большой довольно таки объем и стоят они примерно одинаково что вот этот что вот этот в пределах 200 рублей вот и буквально недавно я обнаружила вот такой вот лак акриловый тройной глянец от невской палитры вот и он мне понравился больше всего и он имеет такой именно блеск и объем тот который мне нужен добавляю его где-то там глазки до когда портрет раскрашиваю или еще где-то где нужен такой блеск и вот хочу показать вам на примере еще путем не высох так карандаш пока возьму вот это это sonnet все здесь одним слоем нанесеном sonnet вот это сафора или сафора не знаю как правильно он мне кажется чуть меньше блестит чем sonnet и вот это это у нас вот именно лак акриловый тройной глянец он вот именно имеет тот эффект который мне нужен он такой выпуклый и очень сильно плести то не знаю как вам показать чтобы было видно вот так видно он практически не коробит бумагу то здесь листочек у меня довольно таки тоненький и вот имеет вот такой вот смотрите видно что блеск если я пробовала его двойным слоем нанести он тогда еще сильнее блестит и вообще такой знаете горочкой такой становится очень красиво получается так что вот такими вот лаками я пользуюсь это я покупала в обычном магазине вот в художественном ну и вот такие вот тоже нужно такими пользоваться просто для того чтобы добиться вот этого вот эффекта ну то есть как вот вот этот тройной глянец нужно 3-4 слоя сделать вот этого чтобы один слой вот такого сделать так что классный и у глосси я знаю что у него там маленький такой объем здесь все таки вот даже вот в этом самом маленьком здесь объем у нас срок годности 4 года представляете короче говоря не могу найти а вот 50 миллилитров объем вот написано здесь 100 миллилитров а здесь наверное все 200 а здесь 150 так что вот такая замена глосси у меня есть так что еще я как-то уже в своих покупках показывала поштучно я брала вот такие вот карандаши от невской палитры это мастер-класс по-моему да называется карандашики очень мягкие мне понравились они у нас магазине продавались поштучно и как-то в один из мага дней зашла в этот магазин и обратила внимание что лежат другие цвета два вот таких охристых так красивые такие оттенки давайте не знаю как вам показать что видно был очень очень мягонькие очень мягонькие я уже даже пользовалась этими карандашами при раскрашивании портрета добавляла хорошо наслаивается много слоев конечно не сделаешь но все-таки я сильно не да да не надавливают прям буквально чуть-чуть дотрагиваюсь очень мягкие они такие тонкие легонькие карандашики очень сильно похожи на лиру поликолор я не веду по вот ли рода вот они очень похожи такие же тоненькие мне кажется даже еще тоньше чем лира но мне очень понравились эти карандашики буду по возможности докупать если будут у нас магазине они еще вот такой вот фиолетовый мне понравился в сиреневый можно сказать очень мягкие хорошо наносится и черный мне понравился черным знаете он именно черный не серый а именно черный оттенки я считаю что довольно таки приятные такие цвета так что вот такие карандашики у меня появились что еще хотела вам показать так совсем недавно я задумалась о том что короче говоря надоели мне вот эти вот стикеры до или как назвать закладки когда особенно после того как месяц прошел до и мы показываем раскрашенные работы у меня потом целая гора так у меня раскраски практически все с закладками такими которые вот с ленточкой вот но я довольно часто раскрашиваю несколько иллюстраций в одной книге и тогда приходится пользоваться вот такими вот наклейками не наклейками вернее а закладками раньше у них было довольно таки неплохое качество и хватало на 3-4 раза чтобы наклеить на страницу последнее время качество у них ухудшилось и ну максимум два раза и их выкидываешь они сейчас довольно таки не бюджетные стали и я решила сделать замену этим стикером можно сказать вот и наделала себе вот таких вот уголочков и стала пользоваться именно такими уголочками это очень удобно свернула бумажечку можно по желанию наклеить разные наклеечки они аккуратненько смотрятся не выпадают из раскраски не отклеиваются как вот эти вот клеевые закладки не портят листок то есть не портит раскраску можно что-то нарисовать каких-нибудь зайчиков каких-нибудь там не знаю да хоть что раскрасить как вам нравится и очень удобно например да вот иллюстрация отдел уголочек и у вас видно где что раскрашено очень конечно удобненько там например раскрасили несколько можно несколько сделать пожалуйста смотрится аккуратненько не выпадают из книжки и самое главное не портит они листы потому что бывает приклеится и потом на это место ничего не как бы и не карандаш не ложится этот клей остается ну короче говоря мне вот с такими закладками сейчас тоже удобно я пользуюсь и вот которые у меня сделаны из ленточки и те которые я надела сама давайте я покажу как их сделать очень легко и просто они делаются уберу потому что здесь мне сейчас пока не надо вот я разными цветами делала специально купила блок с цветными то есть такими вот листочками можно вырезать по не знаю по размеру можно вырезать обычный какой-то листок или белую бумагу использовать офисную или офисную цветную тоже порезать на квадрате или я проще вышла из положения просто купила блока с цветными листокими листами давайте посмотрим как покажу вам как это делать я знаю что многие умеют их делать но я в раскрасках не видела чтобы кто-то пользовался такими уголками вот короче говоря вы складываете пополам еще раз пополам я знаю что есть способы отрезания там разных частей у этой бумажки но я поступаю простым способом делаете вот так то есть вот видите соединили получился маленький квадратик раскрываем и теперь соединяем вот эти вот уголочки с одной стороны другой стороны стараемся чтобы было ровненько теперь вот так теперь складываем еще раз получается у нас вот так и вот один из вот этих вот краев просто заворачиваем вот сюда вот и все такой уголок можно и вот эту сторону тоже туда заправить то есть вот так но мне не нравится такой способ тем что он хуже держится на листочке то есть когда вы оставляете вот такой вот не завернутый край один то при помощи вот этого вот края бумаги лучше держится на странице то есть за счет нее за счет вот этого вот уголка на странице лучше крепится вот такой простой способ сделать закладку надеюсь кому-то будет полезен этот способ ну и его для раскрасок очень удобно пользоваться можно и в учебниках каких-то пользоваться таким способом доходьте в книжке например читаешь какую-то книгу пользоваться тоже такой закладочкой удобно сделать легко и и как говорится можно из любой бумаги свернуть такой вот уголочек закладку так что я себе надела сделал маленькие разные наклеечки нацепила какие были у меня маленькие они соединяются вот так друг в дружку чтобы место много не занимали и буду пользоваться теперь такими вот закладочками так что вот хотела вам показать возможно кому-то будет полезен этот способ но я сейчас хотела вам показать гору того что мне нужно выкинуть представляете какой огромный контейнер накопился я последний раз по моему показывал перед новым годом что я выкидываю но тут уже просто в контейнер переполнился пора показать вам что выкидываю что закончилось и выкинуть выкидываю две вот таких вот точилки они довольно таки долго мне служили ну как долго года два наверно и они мне нравятся они были дешевенькие рублей по сто всего вот но все уже не точат они уже прям проскальзывают и никакого то есть никакой помощи для того чтобы наточить карандаш от них уже ну то есть не получаешь так что еще у меня посмотрите какая гора гора всего тут не только разнообразные у меня маркеры заканчивались какие-то давно покупала какие-то недавно и вот они заканчиваются от просто вот маркер вот и от тач и дубл и мазари короче говоря разные вот много разных маркеров все уже высохли уже заправлять даже смысла нету их смотрите сколько всего сколько маркеров просто на выкид я конечно многими довольно таки неплохо по раскрашивала но и многие просто высохли и когда я заправляю я заправляю в этом в аптеке покупаю спирт не помню как он называется короче говоря неважно и заправляла имеете маркеры и толку нет короче говоря они начинают слишком светло писать и потом в итоге совсем ничего ты надеешься на них а в итоге начинаешь раскрашивать какую-то картинку и все заканчивается в основном видите коричневые всякие оттенки заканчиваются так и вот такой красненький так что у меня еще закончил самое обидно что заканчивается начали заканчиваться вот такие спиртовые маркеры которые у меня в чемоданчике недавно я показывал их покупки и они стали заканчиваться в основном начинают заканчиваться вот с пишущего узла где фломастер как фломастер он практически сразу стал перестал писать в некоторых вот долото еще пишет но здесь уже вот сам даже пишущий узел он уже довольно таки светлый и вообще перестал писать очень очень жалко аквамаркер от 100 вот такой вот светленький светло-розовый тоже закончился так вот от центра пен линер тоже все перестал писать он такой вот тоненький прям как иголочка это 01 маленький прям так два металлических серебряных от девента и центра пен закончились все но я ими довольно таки неплохо так пользовалась и они у меня тоже закончились очень много по заканчивалась ручек вот эти которые с двойным блеском а некоторые даже не закончились а просто их выкидываю потому что я не могу их расписать что только я им не делала все они высохли их даже когда начинаешь достаешь пишущий узел начинаешь дуть она даже не дуется потому что стержень внутри мой ну короче горя паста вот это гель он засох внутри очень жалко и нужно не экономить просто раскрашивать и все даже не думать так закончилось у меня три белых ручки из fix price это вот которые вот эти набор гелевых ручек такие ручки закончились три штуки у меня пока есть в запасе ну вот вот здесь вот немножко не дописала прям чуть-чуть и он высох стержень там мой гель там внутри перестал писать нужно тоже пользоваться ими и заканчивать потому что если они будут еще дольше лежать то конечно же тоже высохнут но мне они очень нравятся когда закончится тяжело будет что-то подобное использовать так что еще жаль что заканчивается у меня вот эти фломастеры из ашана лена мне присылал вот эти со звездочкой потихонечку их практически уже не осталось заканчивается так закончился от каляки-маляки золотистой с блеском фломастер очень мне не нравится довольно таки давно не у меня уже года ну года три точно вот хорошо я ими пользовалась на новогодние всякие иллюстрации добавляла так линер вот такой так это в ленте покупала закончился но он именно прям закончился так металлик от эрих краус тоже все очень мне нравится фломастеры крюка джой и вот они тоже потихонечку у меня заканчиваются у меня их несколько наборов было это одни из моих любимых фломастеров они очень мягонькие ровненько накладываются практически не полосят но уже все заканчиваются они конечно отличные супер отличные так тоже заканчивается уже вот смотрите сразу сколько на выкид от кохинор фломастеры тоже хорошие тоже довольно таки много ими раскрашивала но уже все на выкид тут какие-то простенькие дешевенькие фломастеры такие совсем безымянные можно так сказать я их называю куплены за две копейки но они обычно дешевенькие такие фломастеры а вот но цвета вот видите красивые закончились и голубой такой светлый синий серые и красный вот эти фломастеры мне очень нравится так со зона их заказал 50 штук в таком пенальчики в тубе классные тоже все потихоньку тоже очень нравится фломастера джиота турбоколор вот один закончился но уже многие заканчиваются тоже мягонькие хорошо пишут долго долговечные эти фломастеры недавно я их покупала юнландия ну вот этот вот уже закончился так вот этот какой-то безымянный вот это из какого-то старого до внешнего набора ну и начали потихоньку засыхать у меня шарпики спиртовые маркеры вот и первый засох красный все он уже совсем не пишет жалко конечно хорошие и закончились у меня два карандаша малышки это очередной блендер от кохинор поликолор очень люблю этот блендер у них уже вот этот четвертый закончился а вот и закончился зеленый карандаш от брут фунер можно конечно было еще посильнее поточить но и как я говорила я их собираю именно вот в таком состоянии потом хочу поделку сделать с ними с этими остаточками так что пока положу в баночку на хранение в которой я храню и эти баночки у меня хранятся остаточки и у меня очень много карандашей которые идут здесь у меня маленькие карандашки которые идут на окончание посмотрите сколько уже малышек которые тоже скоро будут заканчиваться тоже ответься уже как и крошечные так что карандаши тоже потихоньку заканчивается крошечные какие тоже уже и здесь лежит у меня еще желтенький от мульти пульте он очень хороший тоже карандаш под желтенький кстати желтый довольно-таки много у меня заканчивается так что вот что хотела вам показать рассказать кое-что купила новенькая кое-что выбрасывают гор вот такую освобожу корзинку и буду опять собирать что закончится надеюсь вам было интересно обязательно пишите комментарии для меня комментарии всегда очень важны сама тоже стараюсь писать всегда комментарии всем спасибо за внимание всем пока до новых встреч